Музыка Биоэтики Давайте поприветствуем Я действительно преподаю биоэтику И занимаюсь этими проблемами очень давно Сейчас попытаюсь вам довольно быстро Потому что, конечно, этот материал, он требует особого такого понимания Зачем тебе это нужно и зачем ты это слушаешь Если просто так, конечно, это тяжело И более того, тяжело еще и потому, что я попытаюсь связать все-таки с техно-сайенсом Тем проектом, который здесь ведет мой коллега Юрий Юрьевич Черный И ведет, я вижу, довольно успешно И, собственно, попытаюсь показать все-таки, что такое биотехнологии И что такое биоэтика новых технологий Вот термин биоэтика возник в начале 20-х годов прошлого века И связан он с фамилией Фрицы С именем Фрицы Яра Теолога немецкого, который, собственно говоря, пытался ввести Некую новую идею, которая бы отражала его понимание того Каким образом человек должен отвечать на новые вызовы Говоря современным языком Чуть позже мы говорили о том, что Еще один человек, биохимик, профессор онкологии Иван Ранслер Поттер, американец, ввел этот термин На самом деле, биоэтика, как этика такой новой медицины Возникает во второй план 20-го века Возникла она, с одной стороны, как ответ, конечно, на то, что творили фашистские врачи Во время Второй мировой войны Ну и, собственно говоря, еще ряд факторов, которые определили становление биоэтики в 20-м веке Я о них на несколько слов сейчас скажу Ну, если говорить об определении, то это дисциплина, которая имеет дело с этическими проблемами Возникающими в результате прогресса медицинной биологии Это одно из первых определений, которое дал в свое время омскорский словарь Я его выбрала, потому что оно довольно простое, емкое и более-менее понятно Вы все знаете, что есть, ну, была какая-то медицинская этика Потому что медицина, Гиппократ, да, и все об этом слышали, собственно говоря Куда она делась? На самом деле, она никуда не делась Это историческая традиция, которой мы не можем никуда деться Вот я работаю во втором медиа Вот фигура Пирогова Здесь немножко слайд, конечно, не очень, может быть, хорошо видно Но это человек, который внес большой вклад в развитие отечественной традиции, медицинской Потому что он первым заговорил о врачебных ошибках До этого эта тема замолчилась И считалось, что нельзя говорить вообще пациентам о том, что есть ошибки То есть не надо дискредитировать медицину и так далее Еще одна фигура в нашей медицине Это Федор Петрович Гаас, который был главным тюремным врачом Москвы Человек, который очень много сделал на самом деле Для облегчения страданий людей, которые попали в воле судьбы Иногда даже вот такие условия Он лично надел кандалы И ходил в этих кандалах столько, сколько идет человек по этапу Для того, чтобы понять, что он чувствует И пытался их, в общем-то, сначала Ну, какие-то там были попытки вообще облегчить Но потом вообще, чтобы от них освободили Женщин, больных и так далее Был пруд, которому привязывали 12 человек И они шли по этапу Он боролся с этим путем Чтобы тоже, в общем-то Он очень много сделал Он приехал в Россию По приглашению одного из богатых людей, собственно говоря, лечить Да, а когда он умер, его не на что было хранить Он раздал все И вот все свои средства, которые он зарабатывал Он отдавал Он сделал больницу для заключенных Он наставил на том, чтобы дети заключенных Имели возможность учиться И чтобы была школа То есть он все свои деньги Вот такое благое дело Вкладывал И вот это его лозунг, собственно Спешите делать добро Но вот такие фигуры, как Пирогов, Гааса И многие другие, собственно, создали русскую традицию Поэтому, конечно, это очень большой такой вот Класс нашей истории, с одной стороны А с другой стороны, это вот великие врачи-гуманисты То есть я не боюсь вот таких каких-то высоких слов Это действительно так И, собственно говоря, вот Ну, свидетельств этому много И следующий этап нашей традиции Это медицинская диантология После революции, собственно, была концепция Медицинской диантологии Даже чуть позже, после Второй мировой войны Она возникла Но после революции Стало понятно, что есть некие идеи Которые определяли, так называемую, буржуазную этику И они, в общем-то, нам не нужны, так сказать И, соответственно, пытались убрать медицинскую этику За связь буржуазной культуры Ну, например, врачебная тайна, да, за которую боролись весь XIX век И главный редактор газеты «Врач Моносеин» доказывал, что врачебная тайна Обязательно нужна для доверия между врачом и пациентом Имейте в виду, что XIX век, да, это в 1861 году только отменили корпусное право То есть какая страна, да, и восприятие людей Как бы, которые вчера еще были, по сути, рабами, да И те люди, которые имеют деньги и могут платить врачу и так далее Это разные, в общем-то, системы просто измерения достоинства человека и так далее Он говорил о том, что врачебная тайна должна быть для всех пациентов Да, все пациенты одинаковые И всех необходимо уважать И поэтому надо много делать Но вот советская медицина в начале Некие идеологи вот этой советской медицины В частности, нарком здравоохранения Симашка Считали, что не нужна никакая врачебная тайна в советском государстве Ну, какие тайны между советскими гражданами могут быть, да И вот некие идеи вот такие развивались Но довольно быстро поняли, что деться от этих проблем некуда То есть они есть, они будут И надо что-то с этим делать И не создавать новую медицинскую этику Да, собственно говоря, вот создали медицинскую диантологию По сути, это уже следующий этап Диантология, где он? Это долг, логия, ну, знаете, знания Поэтому учение о долге, да О должном поведении Ну, а медицинское, это, собственно говоря Учение о должном поведении врача и медицинской сестры Конечно, вся вот эта традиция Это традиция, которая, как и традиционная медицинская этика И последующий этап, связанный с медицинской диантологией Это традиция, которая была ориентирована на взаимоотношения между врачом и пациентом То есть как говорить, что говорить Нужно ли говорить вообще, да Потому что, например, существовала концепция святой лжи, ложь, которая спасительна для пациента. Пациенту не надо знать информацию, которая будет для него тяжелым ударом, может быть даже, или как-то он будет ее переживать, поэтому лучше ему не говорить об этом, а лучше, например, настраивать его на то, что все будет хорошо, мы делаем все, что можем. В советской медицине, например, эта концепция действовала в онкологии, то есть людям не говорили диагноз неизлечимого заболевания, и, соответственно, мы могли его и не узнать, если случайно не догадались, но не поняли, что в какой-то момент жизни, что уже дни сочтены. Ну, сейчас такое невозможно, то есть сейчас совершенно другая идея, идея полная информерная пациента, но прошло не так много лет, когда вот эта парадигма сменилась, и мы имеем уже другое восприятие, взаимоотношение между врачом и пациентом. Ну, и биотика фактически возникает как, я не буду останавливаться на диантологии, возникает как следующий этап, но она не совсем этап, то есть она выбирает в себя традиционные проблемы медицинской этики, но она гораздо шире, чем прежняя традиция вот этой медицинской этики, как я сказала, которая больше фокусировалась на проблемах, связанных с взаимоотношениями между врачом и пациентом. Биотика формируется под влиянием нескольких факторов. Первый я назвала, это взвесы фашистских врачей над военнопленными, над военнопленными. Второе, это, конечно, экологическое движение, которое начинает развиваться во второй половине XX века, правозащитное движение, понимание того, что прогресс науки несет с собой не только благо, но и некие риски, которые не всегда предсказуемы, а иногда такие, что мы можем вообще испугаться этих рисков, и мы ничего с ними не сделаем. Ну и вот идеология культурного плюрализма тоже один из таких элементов, который, собственно, оказал влияние на формирование биоэтики. Я не буду подробно на них оставиться, потому что, ну, с одной стороны, это такие вопросы более теоретические, да, и я просто, тут можно целую лекцию читать только по вот этим пунктам и рассказывать, как и что здесь происходило, да. Я думаю, что заниматься достаточно. Я расскажу так называемую легенду рождения биоэтики, и, наверное, из нее многое будет понятно. Понятно, что легенда о рождении чего-либо, да, она, ну, какого-то такого социального феномена, она не объясняет всего, да, не может там, ну, биоэтика родиться только из одного случая. Но это очень показательный случай, поэтому его называют такой легендой рождения. Появляется первый аппарат гемодиализа, который заставляет врачи задуматься о том, что есть некий уникальный медицинский ресурс, который позволяет людям, которые вчера еще умирали, сегодня позволяет им жить. Но дело в том, что в центре, который был создан в 1962 году, было всего 9 коек, а людей, которые бы, ну, могли бы вот эту, как бы, возможность получить гораздо больше. И возникает два комитета, то есть что они делают? Они говорят, что, вот вы знаете, мы традиционно, начиная с Гиппократа, да, берем на себя ответственность за пациента. Мы всегда говорим о том, что мы знаем, как делать, да, и Гиппократ писал, собственно, сообразно моему разумению, то есть разумению врача. У нас есть опыт, у нас есть знания, мы принимаем определенные решения. И вот этот пункт, вот этот момент оказался поворотным, когда врачи говорят о том, что все, мы больше не берем это решение на себя. Вот мы всегда принимали эти решения, а сейчас давайте-ка мы будем делать то, что мы можем делать, а пусть общество принимает вот эти решения. Да, и в результате возникает комитет, который был назван, в него вошли, вы можете посмотреть, юрист, священник, домохозяйка, бизнесмен, лидер профсоюза и два врача, которые не специализируются на болезнях почек. Вот они вошли в этот комитет, да, то есть был медицинский, но чисто вот для того, чтобы понимать, что может ли человек быть подключен к аппарату искусственной почки или нет. А дальше вот кого подключить, они уже не решают. И журналистка, которая описывала всю эту ситуацию, она назвала этот комитет божественным. Она взяла слова из древней еврейской молитвы, они решают, кому жить, кому умирать. И, собственно говоря, вот в шесть месяцев она пыталась вообще понять, что за ситуация происходит. Она проводила массу интервью, опрашивала и пациентов, и врачей, и всех. И вот назвалась комитет, в заголовке статьи были взяты вот эти слова из молитвы, и, собственно, вот так комитет оказался божественным. Скрипнер, доктор, который, собственно говоря, чья заслуга вот этот гемодиализ, он через какое-то время уже, через сколько-то лет, вспоминал о том, что мы вообще не понимали, что происходит. Мы создали некую технологию, новую технологию, которая дает шанс выжить, пусть небольшому, но все равно какому-то количеству людей, которые вчера умирали. То есть почки не функционируют, организм накапливает токсины, они не выводятся, и человек умирает довольно быстро. А все общество обсуждает вот этот комитет, и для него это было что-то странное. То есть, по сути, внимание общества должно быть все-таки направлено на новую какую-то технологию, а общество так озаботилось этим комитетом, что фактически не замечают, что создана некая новая передовая такая медицинская технология. Но вот этот этический комитет, он, собственно, показывает, что такое вот этот феномен биоэтики, да, и что произошло, какой сдвиг произошел в сознании врачей, когда они, по сути, делегировали, прежде, ну, передали, да, прежде, ну, ясную для них понятную функцию принимать решение вместо пациента на общественность, на вот этот общественный комитет, и, собственно говоря, вот эта новая такая эпоха, да, в медицине и в ее взаимоотношениях с обществом. И биоэтика здесь как раз играет ключевую роль. Вот именно тогда, когда был осознан, произошел так называемый кризис патернализма, то есть взаимоотношения между врачом и пациентом описывается как патерналистические тогда, когда врач действует как паттер, паттер по-латыни «отец», как родитель в отношении к пациенту-ребенку, да, он действует в его лучших интересах, он знает, как лучше действовать, он вообще лучше знает все, да, и поэтому у нас нет причин не доверять вот этому паттеру, вот этому доктору, да, который, собственно говоря, не может не действовать в моих лучших интересах, да, а вот здесь происходит подрыв идеологии патернализма, и становится понятно, что в некоторых случаях врачи вообще-то не хотят брать на себя вот эту ответственность, но более того, в некоторых случаях становится понятно, что на самом деле есть идеи, которые, ну, как бы, определяют мое поведение в обществе, я уже говорю вообще о отношениях с обществом, да, и эти идеи, как бы, ну, более такие автономные, да, то есть концепция автономии, она не предполагает, что есть некий авторитет, который вместо меня все может решать в медицине, да, то есть мои интересы и мои ценности и мои планы должны также уважаться, да, и, соответственно, вот этот сдвиг от патернализма, он, конечно, связан с тем, что есть идея автономии, и эта автономия определяет взаимоотношения между врачом и пациентом, и, собственно говоря, биоэтика вот формируется вокруг вот этого перехода к такой идее автономии, у нас есть биоэтики, когда я, там, студентам преподаю, принцип уважения автономии личности, да, то есть это принцип уважения интересов, планов человека и так далее, в медицине, в наших законодательствах, и он, в частности, выражен концепцией информированного согласия, то есть человек должен понимать, что с ним вообще происходит, да, он должен быть полностью информирован, и принимать решение, вот это информированное согласие, подписывая, да, о том, что с ним происходит, только на основе полного информирования, понимания, как это согласуется с его интересами и планами. Если он считает, что ему операция не нужна, хотя его все вокруг врачи уговаривают, он вправе отказаться от этой информации. В прежней традиции это невозможно было, то есть его особо никто и не спрашивает. Говорят о том, что ложись завтра, да, послезавтра мы тебя прооперируем. Сейчас это уже нереально, если человек не хочет, значит, он что-то и хочет. Если человек умирает, ну, надо сейчас вот срочно прямо делать какую-либо операцию, да, он находится в больнице, и, ну, наступает какая-то кризисная ситуация, после которой становится понятно, что вот сейчас его надо срочно проверить, какие случаи есть. Ничего не могут сделать. Заставить силой нельзя. Человек умрет, прям в палате умрет, но при этом он, если он в сознании, он рассматривается как дееспособная личность, да, автономная личность, он, собственно, имеет на это полное право. Ну, во многих случаях, конечно, ну, как-то там родственники и так далее пытаются выйти из этой ситуации, да, и убедить. Но если вот совсем нет, то это так, собственно говоря, и будет, да. Должны каждый уже такой острой ситуации, каждые полчаса будут брать информированное согласие, отказ от операции, да, но при этом человек имеет полное право на то, чтобы принимать собственное решение относительно своего собственного здоровья. И вот этот подход, это чисто биоэтика, то есть традиции медицинской этики или медицинской диантологии советского периода, такие вещи были бы невозможны, их там даже помыслить нет, невозможны, и там нет места для вот этой автономии личности, нет места для свободы личности, свободы самоопределения, которые вот мы сейчас там, ну, через какое-то время считаем уже вообще естественной. Значит, если говорить о том, что происходит, какие еще факты, но я не буду тут специально останавливаться на неких эпизодах исторических, это вот таллидомидная трагедия, в которой есть такой термин, в общем-то, поколение таллидомида, это дети, которые страдали в результате того, что их матери принимали лекарственный препарат, который вышел на фарнацетический рынок, но оказался, в общем-то, привел к трагедии. И самое главное, что он, в общем-то, привел к трагедии для тех матерей, которые принимали препарат во время беременности, и дети рождались разными пороками развития. Проблема была еще в том, что, в общем-то, фармакомпания долго замалчивала эту историю, они не реагировали на те факты, которые передавали им врачи, ну и, в общем-то, количество людей, которые пострадали, могло бы быть меньше, если бы обратили на это внимание сразу, но, тем не менее, вот довольно много людей пострадало, и это вот один из случаев, не единственный, но тем не менее. Ну и вот что с собой представляет биотика сейчас, это дисциплина, я сказала, что я преподаю биотику, это область знаний, исследований, потому что возникают какие-то новые технологии, для того, чтобы мне преподавать, надо разобраться вообще, что с этими технологиями происходит, да, какие там риски, какие вызовы, какие возможности, как это влияет на ту же концепцию автономии, еще на что-то. Ну и биотика является социальным институтом, почему? Потому что она институционализирована в этических комитетах. Этические комитеты, то, что в России у нас нет клинических, при больницах фактически нет этических комитетов, но они есть под клиническими исследованиями, то есть все исследования, которые ведутся на территории России, и не только на территории России, предполагают одобрение этического комитета. Ну и, соответственно, без одобрения этического комитета Это никакое исследование с участием человека, я имею в виду биомедицинские, фармацевтические компании проводить не могут. Есть государственные организации в мире, при которых есть комитеты, комиссии по биоэтике, есть международные организации. В Совете Европы есть комитет по биоэтике, при президенте США есть комитет по биоэтике. У нас комитет по биоэтике, например, есть при Российской академии наук, при отделении общественных наук. Комитет по биоэтике. Ведущие научно-исследовательские организации медицинского профиля, у нас все имеют в своем составе комитеты по этическим комитетам. В них заинтересованы и фармкомпании, в них на самом деле заинтересовано общество, естественно, пациенты заинтересованы и врачи в том числе. То есть нельзя думать, что биоэтика – это способ защиты пациентов. Далеко не так. И на примере физических комитетов понятно, что они защищают не пациента, чтобы ему не сделали плохо, а они в том числе и защищают врача от того, чтобы в тех случаях, когда могли предусмотреть, предусмотрели, но какие-то неблагоприятные последствия. Человек подписывает информированное согласие, и, соответственно, он понимает, что какие-то последствия могут быть. Его об этом предупреждают. Но вот когда биоэтика была институционализирована в России, это конец уже сейчас прошлого века, фактически вышло довольно большое количество книг. Они были переводными книгами, которые выпускали наши авторы, просто академическая дисциплина. Ну и какие основные проблемы – это проблемы, которые рождены как раз новыми технологиями. Почему я говорю о биотеханалке? Потому что, если вы посмотрите на эти проблемы, их практически нету в начале прошлого столетия, позапрошлом и так далее. То есть появляется ИВЛ, искусственная вентиляция легких, и возникает проблема эвтаназии. То есть нету ИВЛ, человек естественным образом умирает тогда, когда его, так сказать, пришел, настал тот момент, когда ему надо умирать. Вот появляется возможность вентилировать легкие, поддерживать жизнь, кормить искусственно, дыхание поддерживать, компенсировать, протезировать, что называется, вот те функции, которые уже не может организм выполнять. И, соответственно, возникает проблема эвтаназии. Человек подключен к аппаратуре, он находится в бессознательном состоянии, мы с ним не общаемся, он лежит и неизвестно, что с ним делать. Он бы в XIX веке и умер бы уже давно, а вот сейчас он лежит. И в ряде стран пассивная эвтаназия разрешена. То есть пассивная эвтаназия – это тогда, когда пациента через какое-то время отключают от, по решению уже с ним не согласовывают, он в бессознательном состоянии, по решению, например, рук с ним. Или просто не преследуют, как правило. Врачей за то, что вот такое, то есть нету закона по поводу эвтаназии, а есть такой закон, который позволяет не преследовать врача за то, что по решению родственников человек был отключен от средств жизнеобеспечения. Ну вот, допустим, там ЭКО, это правильное благотворение, это рождение детей, как мы говорим, пробирки. То есть это тоже новая технология, которая довольно в моральном смысле спорна. Да, вспомогательно-репродуктивные технологии – это тоже, в общем-то, технологии, которые нарушают естественные данности, такой режим естественной данности и вызывают множество вопросов. Особенно, когда эти технологии начинают использовать, они в семейных парах, да, начинают использовать люди, которые живут в бомосексуальных парах, например, или там еще как-то. И вот здесь вот, ну, например, дети, которые рождены от родителей, от отца, да, отец несколько лет назад погиб, благодаря тому, что можно сохранять материал, да, так сказать, биологический. Соответственно, женщина принимает решение родить ребенка от своего мужа, умершего, да, покойного супруга, которого там пять лет уже как нет. И вот рожает этого ребенка. И вот насколько это в таком социокультурном плане проблематично, ну, я думаю, что мы можем долго обсуждать, но я думаю, вы понимаете, что это очень проблематично, да, и в разных культурах, и особенно с точки зрения религии. Ну, тем не менее, эти технологии дают сейчас эту возможность, да, и это вот тоже новая технология. Ну, как я сказала, традиционная медицинская этика вошла в проблематику биоэтики, соответственно, проблемы взаимоотношения врача и пациента, они, от них никуда не деться. Ну, трансплантология, я вчера была на 9-м всероссийском съезде трансплантологов, она очень быстро развивается, и тоже много проблем поэтических, которые, в общем-то, она порождает. Ну, генетика, я думаю, вы все слышали, да, об этом, это тоже, в общем-то, новая область медицины, которая обещает слишком много, и, возможно, персонализировать медицину, и так далее, да, синтетическая биология, это, в общем-то, создание неких новых организмов, которые, в принципе, в природе не существуют, да, насколько это правильно, неправильно, и те проблемы, которые выходят сейчас за границы, собственно, традиционной такой медицинской этики, их, в принципе, не может там быть, почему? Потому что они не говорят о терапии как таковой, то есть это проблема улучшения человека. Я сейчас останавливаюсь на вот этом улучшении человека и на всяких мобильных трекерах, чтобы вот эту проблематику вам показать. Если что-то, ну, непонятно, да, или вот вы что-то не поняли, вот спрашивайте, потому что я понимаю, что я говорю, во-первых, довольно быстро, а во-вторых, я говорю много нового материала. Нео-евгеника, это что, если ты знакома, нео-евгеника? Ну, это, Евгеника возникает как проект, он возник, в общем-то, в ряде стран, ну, в частности, немецкая, да, вот проекты, евгенические проекты нацистов, это самое известное, наверное, слышали или не слышали о том, что необходимо каким-либо образом воздействовать на национальный генофонд, да, для того, чтобы в будущем рождались поколения, которые будут более здоровыми, скажем так, более успешными, да, или наоборот, это позитивная Евгеника, когда мы пытаемся какие-то хорошие качества, да, чтобы их культивировать в будущих поколениях. Есть негативная Евгеника, это попытка убрать, как бы, из генофонда какие-то, ну, ненужные качества, скажем так, да, в 39-м году были созданы евгенические проекты в Германии, которые предполагали, что есть формы жизни, которые недостойны того, чтобы жить. По разным данным, в общем-то, немцы успели уничтожить от 100 до 250 тысяч человек, и жизнь человека решала врачебная тройка. В общем-то, кто входил в эти формы жизни, которые недостойны того, чтобы жить? Дело в том, что вначале в них входили люди, которые были тяжело больны, скажем так, да, сифилетики, больные сифилиси на поздних стадиях уже развития болезни, дети, которые родились с серьезными органическими поражениями, которые, в принципе, через некоторое время все равно приведут к смерти, да, психические больные люди и так далее. Вот. И потом, к сожалению, вот эта интенция, да, о том, что есть такая форма жизни, которая недостойна того, чтобы жить, она привела к тому, что уже на Нюрнбинском процессе, Нюрнбинский процесс, процесс над нацистами после Второй мировой войны, он проходил в городе Нюрнбин, да, и там была часть вот этого врачебная, так сказать, и там уже американец Лео Александер делал заключение по этой части, и он говорил о том, что в какой-то момент допустили мысль о том, что есть форма жизни, которая недостойна того, чтобы жить. Сначала вот в эти формы входили больные люди, да, ну, я уже назвала, там еще некоторые были категории, а потом уже остановиться не смогли, потом в них вошли евреи, цыгане, а потом все, в общем-то, славяне и неарийская нация в целом, да, то есть потом, ну, есть протоколы, вот, сохранились, в общем-то, вот этих, ну, я не знаю, бечеловечных, на самом деле, опытов, и там даже вот фиксируется, что люди рассуждают, я не знаю, не давали, кстати, клятву Гиппократа, а в России клятва Гиппократа появилась только в 19 веке, а Европа ее знала гораздо раньше, это факультетское обещание у нас появилось, ну, то, что мы называем клятвой Гиппократа, да, вот для них она, собственно, не стала таким препятствием для вот этого бесчеловечного, жестокого обращения с людьми, и они рассуждают, там есть протокол, где рассуждают, на ком будет чище опыт, на евреях или на цыганах, по-моему, вот так, ну, две нации, да, и вот пытаются совместить, вот над кем мы будем проводить какие-то довольно страшные, да, опыты, и вот, в общем-то, вот такие вещи, которые уже выходят за границы вообще нормального человечества понимания. А неоевгенические проекты, это проекты уже как бы новые, да, это попытка использовать уже новые технологии для того, чтобы улучшить какие-то качества. Но вот идеи дизайна детей, да, с помощью генетики можно отнести к неоевгеническим проектам. Ой, я не помню, как фильм называется, вот, может быть, молодежь вспомнит, там родители приходят, и первый мальчик был рожден как бы естественным способом, да, и он оказался больным, но на самом деле он прожил гораздо больше, чем ему предрекали, у него были какие-то там проблемы с сердцем, я вот сейчас точно не скажу, что там было. А они понимают, что, в общем-то, как бы ошибка природы, да, вот не надо больше полагаться на природу, приходят и с доктором, там, на экране, да, выбирают черты будущего ребёнка, да, вот эти, ну, это в таком уже квинтэссенция такая художественная, но идея дизайна детей как раз и относится к неоевгеническим проектам, когда ребёнок как бы проектируется, да, исходя из возможностей новых технологий. Пока, конечно, об этом говорить рано, да, и вот эти вот художественные сюжеты, они вот здесь больше, в общем-то, подходят. Но, тем не менее, вот перспективы трансгуманизма, о котором Юрий Юрьевич рассказывал, да, и так далее, они все смыкаются с тем, что через какое-то время мы можем оказаться перед довольно сложными проблемами. Ну, выбор пола ребёнка, да, вот выбор пола ребёнка сейчас привёл к тому, что в Азии это реальная проблема. Вот в прошлом году у нас была конференция по как раз улучшению человека, и японцы сказали о том, что у них как раз не как бы мальчикам больше хотят делать, а девочек, да, то есть хотят быть с помощью, когда делают, ну, когда рождают ребёнка с помощью ЭКО, большинство молодых пар хотят, чтобы родилась девочка, да, ну, и, соответственно, если в протяжении, там, определённого довольно долгого периода времени рождается большое количество девочек в популяции, да, одни проблемы, рождается большое количество мальчиков, другие проблемы, с которыми сейчас столкнулись уже, да, и вот как с этим быть, у нас выбор пола запрещён. В России, кроме тех случаев, когда выбор пола связан с генетическими какими-то, ну, заболеваниями, да, ну, типа гемофилии, например, заболевание, которое сцеплено с полом, ну, и, соответственно, вот в этой ситуации можно, если у родителей есть показания, да, в этой ситуации можно выбирать пола ребёнка, чтобы не родился больной ребёнок, то есть уже есть в роду такое, да, если, ну, кому-то чего-то хочется, закон у нас запрещен. Вот, значит, ну, и что такое улучшение? Вот это довольно интересная тема. По-английски это Human Enhancement, вот этот Enhancement очень сложно переводится на русский язык, на самом деле. Переводили его как улучшение, расширение и так далее, но это то, что выводит, как бы, возможности медицинской сферы за границей терапии, да. Вот, я так понимаю, что тут очень много умных слов, но вот проект конвергенции технологий, это конвергенция нано, биоинформационных технологий когнитивной науки, он изначально был настроен, и там вот эта вот идея Human Enhancement прописана очень чётко, как раз настроен на расширение функциональных возможностей у человека, да, его физического здоровья и так далее, но с какой помощью, то есть, ну, человек как дан, так и дан, да. Если я вижу, ну, там, единица у меня, да, то, ну, ничего с этим не сделаешь, то есть лучше я видеть, всё равно больше единицы видеть невозможно. Но вот здесь возникают новые возможности, которые предполагают, ну, представьте, вот вы, медицина нацелена на то, чтобы человек видел до, как бы, хорошо это единицы, это правильно, да, меняется хрусталик глаза, и человек видит в каком-то ещё параллельном диапазоне, да, он видит там, в инфракрасном ещё дополнительном каком-то, да, спектре, или ещё как-то. И, соответственно, это уже не то, на что нацелена традиционная медицина, это уже не терапия. Вот традиционная биоэтика, она, и традиционная медицина, она очень чётко говорит о том, где роль врача, какие цели преследовались и почему там я, грубо говоря, вижу или не вижу на таком-то расстоянии, да, какие эффекты я могу достичь с помощью лечения, и я не могу перейти вот этот порог своих человеческих возможностей. Улучшение человека с помощью биотехнологии – это вот новая тематика, которая говорит о том, что есть некие новые возможности, да, которые, собственно, не ограничены моими от природы данными возможностями. Понятно? Сейчас актуальность этого снята, поскольку за счёт робототехники вот эти вопросы решаются, не надо. Человеку хрусталит отменять, а с помощью робота можно и лучше видеть, и в разных секторах. Ну, отчасти да, новые технологии дают какие-то возможности, но не всегда и не везде. Ну вот люди, которые, собственно говоря, уже, да, как-то протезировали некие функции, которые расширают их возможности. То есть барабайщик, который играет лучше, чем, естественно, образом барабайщик, да, и так далее. Да, я сейчас просто побыстрее, я чувствую, что у нас не так много времени, чтобы не, как бы, комментировать все возможности. То есть, что относится к этим технологиям? Это допинг, это использование всех психосимуляторов, которые уже не связаны с медицинскими целями, да. Это вся хирургия эстетическая, которая не имеет целью реконструировать, ну, какие-то проблемы реальные, да. Да, вот когда человек хочет себя улучшать, улучшать, и женщин спрашивают, зачем вы там делаете, грубо говоря, там 150-ю операцию уже просто, да. Вот это все относится к этой проблематике улучшения. Но я вот повторяю, что вот это слово улучшение в русском, оно вот имеет некую нагрузку, которая не полностью позволяет, я не знаю, тут другого слова, мы так и не придумали. Ну, это репродуктивный контроль, да, то же самое сфера репродукции, вся моральное улучшение использования различных препаратов для того, чтобы влиять на победение человека. Изменение пола сюда же уходит создание эликсира бессмертия в любом варианте, ну, и создание человека как какого-то. То есть дизайн Бэби тоже в этой же проблематике. Поэтому проблема улучшения как какового, она очень большая. Я хочу вот привести вам такой пример. В 1964 году финский лыжник побеждает сразу на двух дистанциях, ну, почти подряд, да, и выигрывает две золотые медали. Ну, все хорошо, его звали Эври Матюранта. Все хорошо, и, в общем-то, ну, он пробежал эти дистанции, все здорово. Сейчас, когда есть возможность уже генетического тестирования, да, и многие заболевания, собственно, можно выявить, выявлено, что у него и у его близких родственников довольно редкое заболевание – полицитемия. Она характеризуется, кроме прочего, тем, что у него большое в крови большое количество краснокровенных телец, гемоглобина. Функция гемоглобина заключается в том, что он переносит кислород, да, ну, грубо, в организм. Ну, вы знаете, что там есть такое выражение, там, второе дыхание, да, то есть для того, чтобы добиться вот этого же, надо, наша сборная российская, советская тренировалась в Армении на Среднегорье. То же самое вы можете получить, если вы возьмете гормон эритропоэтин и колете его, да, и у вас вот эта, как бы, дополнительная сила, да, которая на длинных дистанциях нужна, она у вас вот таким искусственным способом получится, да. Тут вы выдохнулись, но у вас, выдыхаетесь, но у вас есть, ну, некий запас, который вот искусственным способом можно получить, да. Соответственно, вы имеете некие преимущества по сравнению с теми людьми, которые, ну, этого не имеют. Вот теперь, что делать с этим Эври Матеран? Вот представьте, что, с одной стороны, ну, это его естественная, да, данность, то есть он болен, это его болезнь. И раньше об этом никто не задумывался, то есть не было вообще такой проблемы, как бы, никто не мог это выявить. А сейчас мы имеем ситуацию, когда есть какое-то количество людей, которые в силу своих особенностей выходят за границу вот этой нормы. И эти особенности мы можем искусственным способом получить. И вот здесь возникает очень много вот таких проблем, ну, биоэтического характера, которые связаны с границей, например, нормы и того, что выходит за границу нормы, да. То есть это норма или не норма? Если мы сейчас попробуем обследовать всех, сколько таких людей, да, или его надо вообще вот таких людей просто не допускать в спорт, да, или наоборот надо всем колоть, да, его нормы, чтобы мы понимали, что у всех теперь вот такая норма, да. А если сейчас выявится еще что-нибудь у других атлетов, да, что тоже сильно влияет на их возможности, что делать с этим дальше, да, то есть допинг, собственно, здесь допингом, но есть еще другая сторона вот этой проблемы, которая постепенно выявляется. И более того, дело в том, что обычный допинг можно выявить. То есть он, ну, такая игра между фармкомпаниями и, в общем-то, антидопинговыми компаниями идет в последнее время очень долго, да, и мы даже наблюдали это, ну, ее такие некоторые стороны в нашей стране. Но дело не в этом. Дело в том, что как только мы получаем возможность генетического вмешательства, генетического допинга, его выявить уже невозможно, в принципе. То есть все, да, вот на этом останавливается вот эта, собственно, война, ну, в том или ином контексте. И это очень большая проблема. Если говорить о, так, я увлеклась, еще одна проблематика, которая вот здесь довольно интересна, это, ну, всем вам известны, да, всякие трекеры здоровья, которые, так или иначе, мы начинаем использовать. Дело в том, что вот вообще идея того, что некое мобильное здравоохранение может каким-то образом, ну, попомогать нам или влиять на нас, да, она возникла довольно давно уже, там, больше 10 лет, когда кроссовки начали встраивать датчики, да, первая компания Nike, которая вот это сделала. Постепенно возникли разные датчики футболки вшивать, начали, да, смартфоны, которых уже сейчас вот новых вшиты, там, добавим, как-нибудь S-Help, да, и так далее. То есть возникают новые возможности, которые позволяют контролировать наши показатели нашего здоровья, и отслеживать их или каким-то образом менять свой стиль жизни уже без участия врача. И вот эта проблема, она тоже оказывается довольно такой интересной для биоэтики. Почему? Потому что, с одной стороны, возникает, ну, как бы, некие новые опции, да, которых раньше не было. Ну, грубо говоря, человек, там, больной диабетом, он может следить за своими калориями, да, и каким образом контролировать, там, вес и количество, в общем-то, калорий, которые он потребляет. Но, с другой стороны, вот возникает ситуация, когда и врач особо-то не нужен, да, и когда можно с ним дистанционно, там, через телемедицину, это еще одна технология, можно с ним дистанционно общаться, да, и я, как, в общем-то, такой продвинутый пациент, расширяю свою автономию настолько, что прихожу к проблеме уже такого медикализированного общества, да, то есть медикализация, когда человек сам без участия врача, ну, считает, что он, в принципе, же врач. То есть он ему не нужен, поскольку у него есть все больше и больше возможностей себя, так сказать, обвешать, да, какими-то показателями, трекерами, чтобы снять эти показатели. Дальше программа мне уже считывает и говорит, что у меня норма, не норма, а дальше я уже каким-то способом, да, получаю некие рекомендации, там, или еще что-то, что позволяет мне вообще, в принципе, уже не общаться с врачом, да. И к чему мы дальше приходим? Мы приходим к тому, что новые технологии, это технологии, которые меняют и специфику медицины, которые, в принципе, разрываются старой традицией, которые, в общем-то, врач и пациент, их взаимодействие – это основа этой медицины, да, и вокруг вот этого взаимодействия очень много строится. Ну, и возникают новые стили жизни, которые очень тесно связаны с идеями, там, здоровья и сбережения, да, например, всякие стратегии превентивные, когда я понимаю, что у меня по генетическому тесту есть какая-то предрасположенность, и я начинаю делать некие шаги для того, чтобы это заболевание не наступило, да, не развивалось. И, соответственно, вот формируется не просто некая жизненная стратегия, но особости жизни, и вот квантификация себя, вы видите, по-английски, да, написано «плантифайдселф». Собственно говоря, это вот новая идея, которая затрагивает не просто вот медицину, это новая такая социокультурная ситуация, она очень тесно как раз связана вот с тем, о чём говорит Юрий Юрьевич, когда говорят о технонауке, да, то есть технологии, обволакивая человека, да, меняют не просто вот какие-то конкретные вещи, да, в наших взаимодействиях, или там в плане врача и пациента, или ещё чего-то, а меняют принципиально, да, характер вообще социальной сферы, характер культуры и так далее. Вот здесь, в общем-то, очень много всяких таких моментов, которые так или иначе смыкаются с биоэтическими проблемами, и биоэтика здесь не только просто этические компоненты, да, это как некая такая более широкая теоретическая рамка, оптика, да, для понимания того, что происходит с новыми технологиями, которые вроде бы изначально идут от медицины, да, то есть, ну, понятно, да, и вот здесь, собственно говоря, ну, проблема там обмена информацией, да, когда пациентские группы объединяются и начинают делиться информацией, и, например, ну, достаточно большие такие зарубежные платформы, которые объединяют пациентов по заболеваниям, да, то есть человек, как бы, ну, регистрируется на платформе, вводит там свои данные и находит сообщество, которое имеет те же самые проблемы. И вот этот обмен данными ведет к тому, что по оценкам люди после вот обмена этого, да, начинают менять своих врачей или самостоятельно менять вообще какие-то предписания, которые им дал врач, да. Ну, и, собственно говоря, вот еще один такой эффект того, что происходит, это то, что постепенное обволакивание человека трекерами и, ну, некоторые факты личной биографии или какая-то мнительность, да, приводит к тому, что так называемая вот забота о себе, да, эта древняя традиция заботы о себе, я думаю, сам концепт заботы о себе, он уже означает нечто большее, чем мы в него вкладываем традиционно, да, он превращается вот в такого, ну, как бы, факт сверхзаботы, и человек может вообще стать, в кавычках, постоянным пациентом, потому что чем больше он имеет возможности что-либо мониторить, тем больше он, в общем-то, ну, этому посвящает времени, да, и так далее. Ну, и, соответственно, конечно, генерируются в обществе новые представления о том, как надо жить, как вообще должна развиваться медицина, да, о том, как нам решать какие-то проблемы, да, и вот эти идеи, как социо-технические мимости, которые здесь упомнены, вот эти идеи, которые уже делают некий запрос на будущее, ну, на уровне, как бы, России, может быть, это меньше проявляется, на уровне других стран видно, как пациентские организации объединяются, они влияют, собственно, на политику уже, да, то есть выделяются деньги на то, чтобы какое-либо заболевание получило больше возможностей для исследований, да, или какие-то лекарства будут заваживать, то есть вот эти формы электронной генерации мнимости, они работают вот в таком, собственно говоря, режиме, который довольно, ну, интересен для исследования. Ну, я уже об этом сказала, я думаю, что здесь, конечно, довольно много мне придется объяснить, поэтому вот я думаю, что в таком общем, да, представлении о том, что это такое, в принципе, общие надежды, общий диагноз, так сказать, и общие возможности оказывать влияние на политическую повестку, они вот выходят вот в этих разных социальных практиках, в таком случае, в таком случае, в идее социальной мести. Вот, ну и, собственно говоря, вот на этом все. И если есть какие-то вопросы, я понимаю, что, конечно, аудитория... Мы послушали вас, что очень сильно понравилось. Что, наверное, тяжело для восприятия, но просто здесь, ну, просто очень много материала, да, который действительно вложен сейчас. Здесь общий суд ясна. Значит, идет процесс общий цивилизационный, я бы так коротко сказал, о роботизации человека и всей человеческой жизни. Когда его обвешивают гаджетами со всех сторон и так далее, и его вынуждает заниматься как самопрограммированием, так и его программируют со стороны государства, научных организаций, политических и так далее. Баланс вот этого взаимодействия между вот этой вот начинственной роботизацией и естественным ходом человеческой жизни резко нарушен. Резко нарушен. Выход из этого положения весьма сложен. Весьма сложен. Например, Юрий Шевчук живет в деревне неспроста. в своем громадном деревянном доме. Неспроста. Он бежит от этого. Можно его понять. Поэтому все эти достижения научные, они оборачиваются на самом деле ничем иным, как рабством человека перед процессом вот этой самой роботизации. И это рабство ничуть не лучше, чем крепостное право, рабство древнего рима и так далее. Возникает вопрос, как человеку спасти в этих ситуациях. Я поняла, что как раз биоэтика, я здесь больше концентрирую на проблемах. Это некая форма, она возникает как форма осознания вот этих проблем. Хотя вот в том варианте, в котором сейчас мы о них говорим, их еще не было бы, это надо понимать. Но, тем не менее, Поттер, упомянутый мной, он понимал биоэтику именно как некую новую мудрость, которая бы позволила ответить на те вызовы, которые на тот момент уже возникают. То есть связать общество и... Речь, конечно, идет о медицинских технологиях таким образом, чтобы это развитие было гармоническим. Еще один человек, Хеллигерс, он, собственно, почти параллельно с Поттером, они независимо друг от друга, подложил термин биоэтика. Для него биоэтика была это... То, что мы сейчас понимаем ближе к медицинской этике. Это вот те проблемы, которые возникают, в принципе, только в медицине. Они не выходят на уровень, допустим, того, что касается улучшений или еще чего-то. То есть это проблемы с отношением между врачом и пациентом, когда есть действительно новые технологии, но это чисто сфера все-таки такого медицинского контента. Но в широком смысле, я вот повторяюсь, это идея того, что биоэтика – это некая новая мудрость. И сейчас, на данный момент, она является одним из таких важных элементов того, что можно осмыслить как социогуманитарные контуры технонауки. Когда был запущен первый такой крупномасштабный проект, проект Генот человека, Джон Уотсон, который открыл двойную спираль ДНК, неожиданно для всех. Никто этого не ожидал, вышел. Его назначают директором проекта. Представляете, это миллионы долларов, которые разные страны вкладывают в этот проект. И он говорит о том, что надо от 3 до 5 процентов финансирования медицинского проекта направить на исследование этических, социальных и правовых проблем вмешательства в геном человека. Почему сам Уотсон вот это сказал? Там долгая история, она связана с безмолвной весной, не буду сейчас углубляться, это просто будет отдельная тема. Но он сказал это не случайно. Дело в том, что вот тогда, когда было осознанно, что вот эти крупномасштабные проекты, которые сейчас запускаются в науке, они означают нечто большее, чем просто технологические какие-то возможности, а нужно социогуманитарное обеспечение техноучного развития. Вот произошел этот поворот. Биоэтика в этих, так сказать, социогуманитарных модах играет одну из ключевых ролей. Наряду с социальной оценкой техники, а потом уже возникает то, что предложил Уотсон, ELSA, A, Implication. Потом европейцы предлагают исследование этических, социальных и правовых не последствий уже, как было в американском проекте, аспектам развития новых техно-научных проектов. И сейчас на уровне рамочных программ Евросоюза действует идея Responsible Research and Innovation, то есть ответственные исследования. То есть осознание того, что новые технологии несут в себе не только новые возможности, но и глобальные риски, как для экологии, так и для человека, это то, что, в общем-то, сейчас определяет встроенность и биоэтики, и других таких социальных механизмов обсуждения этих проблем, вот новые проекты. К сожалению, у нас это, ну, не происходит таким образом. То есть мы не слышим вот того, что, да, есть некая беспокойность, в том числе социальная беспокойность, по поводу каких-то новых технологий. Но я надеюсь, что когда-то и у нас, в общем-то, вот эта все-таки парадигма будет утверждена, да, и мы будем понимать, что действительно, да, разрабатывают какую-то новую технологию, но при этом есть люди, которые озабочены тем, что эта технология будет нести для человечества. И идея, ну, как бы, я не знаю, развития искусственного интеллекта, да, не только там идет искусственный интеллект, но и параллельно идут проекты, которые говорят о том, что давайте мы задумаемся о том, что этот интеллект нам принесет, да. Ну, вот так же, как и развитие там беспилотных автомобилей, да. Ну, известно, что сейчас Google, Amazon и так далее, у них у всех есть уже, как бы целый штат сотрудников отделы по этике, потому что надо решать этические проблемы. Ну, грубо говоря, кого будет давить этот автомобиль, да, что есть? Машина тормозит, и возникает этическая проблема, да, то есть погибает водитель, выживает пешеход, или там машина тормозит, и водитель остается живым, но при этом риски для пешехода. Там этические проблемы нет, новых технологий, они, собственно говоря, вот к тому, что этика здесь, ну, и как ситуация морального выбора, и как ситуация того, что нам надо осознавать вот эти новые проблемы, как-то с ними обращаться, потому что дело не в том, что их надо решить, их сначала надо вообще увидеть, понять, где эти проблемы. Вот как на новом технологии, вот эти частицы, цифлозеры сразу определили, что думали, сейчас будет жизнь бесконечная, увеличение жизни, а потом определили, что наличие в организме расцветает женика, и как это потом скажется, она... передавали к ней. Это женщина, женщина позагнает. Да, и тем более того, если они не встраиваются в организм, они уже там остаются, да, и к чему это дальше происходит, то есть есть вещи, которые, в принципе, невозможно, скажем, предугадать, да, есть технология, опробованная, она уже споработала, какое-то время, ну, сработала, да, и мы видим последствия технологии, а в тот момент, когда что-то новое возникает, интересы не видны. И вот попытка их как-то, если, собственно, предвидеть или защититься от возможностей, это то, что, собственно, определяет вот эту попытку строить социогуманитарные контуры техноуки и другие инициативы, связанные с этим социогуманитарным исключением для того, чтобы, ну, технология работала на человека и на общество, да, а не работала против него или вопреки, ну, каким-то традиционным, базовым специальным ценностям, которые, собственно, инфондируют наше развитие. Ирина Кузьминова, спасибо вам огромное. Ирина Кузьминова, спасибо вам огромное. Аудитория, у нас аудитория разделена и сегодня основная часть нашей аудитории молодые люди. Мне очень интересно, я не знаю, может, он, конечно, глупый, но мне вот хочется задать этот вопрос. Ребят, а вот на самом деле, вот, если бы вас спросили, и вот откровенно, вы понимаете, что, чтобы стать умнее, сильнее, там, чтобы иметь какие-то таланты и способности, нужно очень много над собой работать, а если вдруг вам скажут, что посредством науки и техники, да, вам вот прямо сейчас можно стать там намного умнее или улучшить память, или получить... Вот скажите, вы согласитесь на это или нет? Вот этот вопрос мне очень интересен. То есть, насколько... Я знаю, что старшее поколение точно не согласится, а вот ваше поколение согласится, они скажут, вам ничего, вам не будет невольно и никаких последствий не будет. Вот я, например, хочу стать умнее, правда, и счастливее, да, возможно. Вот скажите, у вас есть такая... Да? Вот встречный вопрос, зачем это будет? Не стоит это вообще делать. Смотрите, чип мы же вживляем в человека, а это же уже начинается вся вот эта вот электрика. Ну смотри, Зай, если ты намного умнее, у тебя будет прибыль не разумеется, да? Не факт. Не факт. В Библии и сочетят говорят, что старшее поколение не спорит, не тавит. Они увеличивают свои спорки. Ну, мы шьем за у нас. Вот сейчас в той жизни, в которой вы находитесь, потому что это ваша жизнь, просто посредством науки и техники получить какие-то блага и, как вы сказали, улучшение себя. Вы согласны или нет? За чем платить? Тут вопрос не в этом, тут просто вопрос. Клата должна быть какая-то потратить. Ну, так у нас наука, у нас ученые, они говорят, да, это вот, пожалуйста, берите. Синяя таблетка и красная таблетка, да? Синяя. Вы, как вы выберете? Смотря с чем. Ну, вот я говорю, вот тебе предлагают посредством науки и техники, врачи, ученые, предлагают стать, чтобы у тебя память была в пять или в шесть раз лучше. И сильнее, да, и красивее. если природа хочет, то не надо больше, чем... Нет, мы сами получаем тоже, как мы хотим. средства, ну, здорово, я вам не горжусь. Большое спасибо нашей младшей аудитории, потому что, если у старшей аудитории есть еще вопросы, наверное, мы... спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...